Несмотря на все сложности, сезон летних восхождений на 8000 в Пакистане таки стартовал. И в этом выпуске я расскажу об интереснейших для меня экспедициях на вершины Броудпик и К2. Друзья, всем привет, с вами Тарас Поздний. И пускай новостные выпуски не имеют красивой картинки, как это обычно бывает, то это всегда плюс-минус свежая и актуальная информация. И по прошлых выпусках я мог наблюдать, что вы их много смотрите, комментируете, то есть вам такой формат нравится. Действительно ли это так, напишите вот в комментариях под этим видео. Сейчас же я решил продолжить серию новостей, тем более есть интереснейшая тема, это 8000 в Пакистане. В любом случае регулярно выпускать подобные видео я не буду, а они будут выходить тогда, когда накопится необходимый пул интереснейшей информации. У меня в планах на это лето тоже был Пакистан. Туда мы планировали отправиться с Андрюхой из канала Горная Болезнь, чтобы подняться на вершину Броудпик без кислорода и с сервисом базового лагеря, то есть тоже без помощи высотных шерп. Также с нами была там команда с нескольких ребят, но в итоге моя экспедиция на Эверестл-Ходзе сильно затянулась. Вы знаете, что на штурм вершин мы отправились аж 1 июня, это очень долго. Плюс были проблемы с Пакистаном из-за нового штампа вируса, индийского ковида. Пакистан постоянно менял правила и вводил ограничения на въезд. В общем в итоге свою экспедицию я отменил, сейчас сижу дома, а Андрюха вместо Пакистана решил подняться на пик Победы. Это самый северный Семитысячник, если не считать Хантенгри и одна из самых таких сложных и опасных вершин в мире. И именно пика Победы Андрею не хватает для закрытия программы Снежный Барс. Восхождение на все Семитысячники бывшего Советского Союза. В общем пожелаем ему удачи и ждем интереснейших выпусков из пика Победы. Итак, мы отменили свою экспедицию в Пакистан, но нескольким командам удалось прорваться и среди них есть много моих друзей. Сейчас на склонах Броуда, а именно на высоте 7100 находится команда Фрирайд в Зоне Смерти. Туда входят Виталий Лозо, Антон Пуговкин и Томас Лом, норвежец. С ребятами я познакомился еще на Монаслу, мы вместе поднимались на вершину, а они после этого еще и спустились с горы на лыжах. И вообще Фрирайд в Зоне Смерти это проект поднятия на восьмитысячники без кислорода и спуска с них на лыжах. В этом году у ребят две цели, два восьмитысячника в планах. Это во-первых Броудпик, во-вторых Гошербрум, если все пойдет хорошо. Сегодня утром еще ребята были в третьем лагере на акклиматизации в Броудпике на высоте 7100. К моменту выхода этого видео уже должны были спуститься в базовый лагерь. Я думаю, что это уже финальная акклиматизация у них, финальный акклиматизационный выход. Несколько дней они подождут в базовом лагере погоды, отдохнут и следующий выход уже будет штурмовой. В этот раз кроме трех альпинистов-восходителей у них еще несколько человек сопровождения, которые снимают кино, поэтому я думаю фильм будет просто нереальный и очень красивый. Также на Броуде есть украинка Юлия Зы, для которой это может стать первым восхождением на восьмитысячник. И посвящает она его Владиславу Терзаулу, одному из сильнейших или может сильнейшему высотнику, украинскому высотнику в истории альпинизма. Юлия родом из Николаева, сейчас живет в Сан-Франциско, планирует свое восхождение в такой маленькой команде в сопровождении одного высотного пакистанского Портера или, ну это как аналог Шерпа в Непале, без большой команды, то есть они там вдвоем будут работать на горе. Это весьма тяжелая задача, поэтому Юлию пожелаем удачи. Ну что ж, давайте перемещаться к самому северному и сложному восьмитысячнику, а именно К2. Уверен, для многих экспедиции именно на эту вершину вызывает наибольший интерес, в частности потому, что здесь в этом году, в 2021 году собралось очень много украинцев, которые находятся в разных командах. И пускай и негласные, но я уверен, что соревнования между ними все-таки будет. Конечно, самая близкая для меня экспедиция это украинская команда, тройка, это Ира Галай, первая украинка на Эвересте, Дима Семеренко, с которым мы вместе были на Эвересте в 2018 году, и вот только что тоже вернулись совместной экспедиции на Эвересте Лходзе. И Назарий, который идет в роли фотографа и оператора в данной команде. В рамках подготовки к К2, к летнему К2, Дима поднимался на вершину Лходзе, но там мы дошли только до высоты 8050 метров примерно, об этом будет чуть позже на моем канале. Ира с Назаром поднялись на вершину Амадаблам, очень красивую и сложную технически высотой, 6856 метров. Буквально на днях ребята пришли в базовый лагерь К2, вчера они провели Пуджу и сразу же после Пуджи выдвинулись в первый лагерь. Сегодня они должны прийти во второй лагерь на высоте 6700, переночевать там и выдвинуться в направлении третьего лагеря к высоте 7400. Посмотрим до какой высоты они дойдут, ихняя задача подняться выше 7000, в идеале коснуться третьего лагеря и в этот же день спуститься во второй или ниже. Но очень многое будет зависеть от погоды и напомню, что вот именно этот участок к третьему лагерю наиболее сложен технически на вершине К2. Никита Балабанов помогает этой команде своими советами и опытом. Напомню, что на данный момент всего три украинца были на вершине К2 и Ира Галай может стать первой украинкой на Чегори. Но, к слову, не только она одна претендует на это звание. Также в базовом лагере сейчас находится Оксана Литынска. Она сейчас живет в Великобритании, в Лондоне, но родом со Львова и на 8000 ходит под украинским флагом. Это, в принципе, приятно, что вот украинская диаспора начала активно ходить на 8000 тоже. Оксана – это третья украинка, которая поднялась на вершину Эвереста. И забавный факт, что на Эвереста находилась с Валиком Сипавиным, а сейчас же на К2 идет с Мэдисон Маунтейнирин, компанией, прайс у которой выше раза в полтора, наверное. В то же время как Валик тоже собрал коммерческую группу на К2 с пяти участников. Группа интернациональная. Здесь есть Валик экипаж из Украины, а также россияне. И забавный фактор, что с Россией тоже претендуют на рекорд, как Оля идет в группе. И она может быть первой россиянкой, которая поднимется на К2. И я думаю, что тут тоже будет присутствовать некоторый элемент соревнования между Ирой, возможно Оксаной и Олей, кто же первый с женщин в этом году поднимется на вершину Чегори. Диак соревнования на горе, тем более на такой сложный, отношусь не очень положительно. И все же надеюсь, что у девушек хватит такой трезвости, рассудка не увеличивать риски из-за вот этих соревнований и игры в перегонки. Надеюсь, что это будет там, не знаю, на втором плане, а на первом плане все же будет безопасность, потому что К2 очень рискованная гора, риски и так высоки. В любом случае всем командам пожелаю удачи, безопасного подъема и, еще более важно, безопасного спуска. И уже в базовом лагере, когда все спустятся, мы сможем их поздравлять с вершиной. Подобные выпуски будут выходить не часто, следующие не знаю, когда будет. Буду следить за новостями, когда она собирается в такой пул интересной информации. Я сделаю еще один такой выпуск. А вам же напомню, что буквально послезавтра в среду уже выйдет очень крутое видео, первый час нашей экспедиции на Эверест и Лходзе. Друзья, пока и если в горы, то с кулуаром.